В этом году праздник Крещения выпал на выходной день. В связи с этим и установившейся теплой погодой желающих искупаться в Гайордане, которые ежегодно готовят на каме, было больше, чем в прошлом году. К трем часам дня пробка до церкви тянулась от Николы Березовской пожарной части. Народу сегодня, по крайней мере, побольше, чем было в прошлом году, так как мы попали в этом году на выходные, все ближе к обеду идут. В прошлом году все пошли вечером. Ну, Крещение проходит нормально, без каких-либо происшествий, все идет потихоньку, все нормально. Традиция купания в День Крещения существует уже много веков, но это не является обязательным ритуалом, поясняют церковнослужители. Говорят, только человек с сильной верой может погрузиться в ледяную воду. Это, во-первых, для себя, для здоровья, в первую очередь. Ну, а во-вторых, такая крещеная, верующая, все-таки, заботчаясь уже, как бы, с молодой своей души во всем. Каждый год ныряйся. Каждый год, да, и каждый день. Те, кто не решился прыгнуть в прорубь, умывались в соседней Иордании и набирали освещенную воду в свои емкости. Жители Никола-Березовки, Нефтекамска, а также близлежащих районов пришли и приехали на каму с детьми, чтобы с малых лет приобщать их к религиозным традициям. Для чего воду набрали, для чего сюда пришли сегодня? Ну, говорят, цивилипная же вода, поэтому набрали. Каждый год приходят сюда? Каждый год приходят. Хотя не крещеные, все равно приходят. Каждый год приходят? Да. Каждый год приходят купаться, пока еще не решаемся. Только за водички. Смотреть, как люди купаются, вот, внуков тренируем, смотрят пусть. Чтоб год благополучный был, чтоб здоровье было. Обычай уж такой, что ли, получается, святая вода дома всегда бывает. Когда будут у нас дети болеть, сами будем болеть, будем брызгать, пить водичку. Лед, торт, не собирать, чтобы очищение было. Омываться и тишек омывать. Вода нужна, все равно такая вода. И в доме она должна быть для освещения, квартиры можно опрыскивать. И употребление в пищу по утрам полезное. Лирия Ахметова, Фанзир Фазлодинов, информационная программа «Ежедневник».